Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. У нас с вами шестая лекция. Вы молодцы. Не дышите друг на друга. И я не буду на вас дышать. А уж те, кто смотрит в записи, они в полной безопасности. Хозяй получают контент на несколько недель позже. Итак, мы с вами сегодня разбираем тему указателей динамической памяти. Указатели, в принципе, были. Я говорил, что только адреса и ячейки для хранения адреса. Давайте попробуем с этим чуть-чуть побаловаться. Опять представим себе, что у нас int main написано, все нужные юзинги есть. Я сразу пишу код. Итак, давайте поработаем с указателями. Или их еще говорят. Указатель на указатель. Указатели на указателе. Допустим, у меня есть некоторая ячейка х, в которую я сразу положу какое-нибудь значение. Ну, условно, неважно какое, допустим, 5. Что это означает? Что у меня в памяти где-то выделена ячейка, область памяти, в которую записано двоичное представление пятерки в знаковом представлении. Int, он знаковый по умолчанию, значит, этот самый дополнительный двоичный код. В int, я предполагаю, сейчас 4 байта. Вопрос, правда, где? Где, да, и здесь необходимо сказать немножечко про модель памяти приложения. То есть вообще оперативная память с точки зрения принципов Джона фон Неймана в плоском представлении есть разные варианты модификации. Да, там наиболее адекватным сейчас является страничная. Была в свое время в архитектуре Intel так называемая сегментно-страничная. Она очень косячная. Мы ее в свое время изучали, но сейчас и не стоит ее изучать. Потому что фактически вот все как бы сводится сейчас к страничной организации памяти. Да, и для нас достаточно понимать плоскую модель сейчас. Много слов сказал, слишком много слов. Лишние оговорки. Надо действовать. Короче, есть оперативная память с точки зрения операционной системы. Вот что называется, у нее полные полномочия. Вот представьте себе, как у монарха. Вот у государства. Вот есть границы этого государства условно. И он вот в этих границах, да, для него, да, где-то кому-то участки земли, там, может быть, они распределены. Но ему реально, у него полная монархическая власть. Ему пофигу, да. Он скажет, вот я здесь проложу этот самый железную дорогу. И мне все равно, что там стоит. Я просто возьмусь в землю, да, и все. Вот в этом смысле операционная система имеет полный доступ к пространству оперативной памяти. Ну, я вам уже сопоставлял оперативную память и массив, да, и рисовал даже вот и нечто подобное, да. То есть оперативная память, как байты, расположенные по адресам, начиная с нулевого по некий конечный адрес. С точки зрения ядра операционной системы, вот эта вот плоская модель, в которой у меня некий там max size, ну, я условно n, да, n-1, да, вот ячейка. Ну, еще раз, да, в американской литературе они часто начинаются как с нулевого этажа вверх, да, а в нашей часто наоборот. Сейчас, скорее, я неправильно рисую, но я буду по нашей традиции это рисовать. Вот, соответственно, вопрос, а где там что теперь лежит? Вот хорошо, ты завоевал землю, да, вот тебе дали, воткнули операционной системе столько оперативной памяти, планочку там. Воткнули, да, вот все твое. Что ты куда положишь? Вот как ты это логически вот разделишь, да? Вот мы начинаем говорить, так, здесь будет то, здесь будет это. Так вот, страничная организация подразумевает то, что у нас есть некий механизм управления. Мы можем выделить какую-то память, искать, это память для этого, это для того, и туда не ходи, сюда ходи. Нужна аппаратная поддержка, чтобы процессор бил по рукам, если какой-то вычислительный процесс начнет лезть не в свою память. Все это дело, конечно, в современных процессорах есть. Но есть режим, так называемый, ядра, есть режим процессоропользовательский. Соответственно, для вычислительного процесса, то есть для гражданина государства, который живет под этим монархом, под операционной системой, вычислительный процесс получает временно время вычислений на процессоре. Он может инструкции какие-то выполнять, естественно, что ему нужно пространство личное на приусадебный участок. Вот так любому вычислительному процессу, любому вычислительному процессу, если он только запущен на исполнение, обязательно выделена память. Причем она выделена сразу некоторыми кусочками. Их называют сегментами, хотя, вот сказать, что прямо, я их буду называть сегментами, да, как у меня в ассемблере в свое время учили, там, сегмент того, сегмент сего. Вот, где находится этот сегмент в плоском восприятии памяти, я честно даже не знаю. То есть операционная система, она шифрует, ну, условно шифрует. У нее есть механизм кэширования, и она подставляет, то есть есть виртуальные адреса памяти, а есть настоящие. И она все время маскирует адрес, да, как, если кто-то понимает сетевые технологии, да, есть такая вещь, как сетевая трансляция адресов, над, да, или маскарадинг. То есть когда мы прячемся за одним адресом, на самом деле там подставляется другой все время. Вот с памятью там примерно такая же фишка. Но подразумевается обычно, что я могу с точки зрения вычислительного процесса воспринимать выданные мне зоны оперативной памяти, какие-то куски, адреса с такого-то по такой-то, с такого-то по такой-то и с такого-то по такой-то, с неким понятным образом. Говорю, это мои адреса, вот в этом, вот в этих номерках я могу жить. Понимаете, да? То есть условно я могу по этим номерам звонить, да, и говорить, обратиться по этому номеру, взять оттуда что-то или записать. Попытка вычислительного процессора позвонить по номеру в оперативную память, обратиться по такому адресу, который не принадлежит допущенному сегменту, приводит к немедленному наказанию, расстрелам. Операционная система в этом случае не рассуждает. Она не выясняет, ой, а почему же процесс вычислительный попытался обратиться к памяти, которая недоступна, там все очень жестко. Немедленный расстрел называется сегментейшн фолд, да, в винде там такое окошко высвечивается, такое, ааа, программа, там, та-та-там. Не хотите ли вы обратиться к разработчику, там, дампы, отправить в Microsoft сообщение об ошибке, да. Под Linux это может еще проще выглядеть, особенно в консоль он просто пишет сегментейшн фолд досвидос. Все, понятно, да, поэтому, естественно, все программы, которые пишутся на низком уровне, там, ну, я имею в виду, там, на компилируемых языках, они работу с памятью очень, они все очень осторожны. Как, представьте себе, в государстве, в котором все, что заход на чужую территорию, наш один шаг на чужую территорию, расстрел, естественно, все будут ходить на цыпочках, как бы случайно, не дай бог, не наступить, куда не надо. Понятно, да? И любой запрос «хочу еще оперативной памяти» будет происходить «О, великая и могучая операционная система!» «О, великий монарх! Нет ли у тебя для меня еще кусочка оперативной памяти?» «Хочу немножко ресурса, хочу там расположить свои массивы, развернуть вычисления там, да». Вот это именно так и происходит. Это называется системный вызов. Естественно, монарх, у которого вся память целиком, он что может дать? А может и не дать. Это его воля, его власть. Как он будет? Естественно, разумный монарх, как разумная операционная система, он распределяет ресурсы, там, себе какой-то кусок, плохая операционная система, львиный кусок, хорошая, она более-менее поджимается, да, чтобы больше ресурсов освободить для самих вычислительных процессов. Почему? Да потому что здесь существует пользователь, да, который скажет, да, ну нафиг, да, close windows, да, open doors. Закрой окна, открой двери, да, поставь Linux. Мне не так важны эти конкретные адреса. Мне нужно понять, а вот из доступной мне памяти, вот ту, которая в процессе, где можно, как оно организовано, как мое пространство конкретного вычислительного процесса. Ну, собираешься писать операционную систему? Кто-то из вас собирается писать операционную систему? Новый Linux Torvalds здесь у нас нет? Нет? Ну, в основном все фистейки, они пишут прикладные вещи. Что-то посчитать, там, графическое приложение, что-то, ну, прикладное. Вот, и вот, соответственно, в этом смысле, да, нам надо понимать именно как пользователь, живущий под операционной системой, пользовательский процесс, он как живет. Так вот, у него есть так называемый сегмент кода. Сегмент кода. Что имеется в виду? Ну, его еще там в ассемблере называют текст. Это место, где живут двоичные коды binary code, да, двоичные коды машинных команд. Вот то, во что оно скомпилировалось. И вот там все эти самые cmp, gnet, add, move, move и так далее. Вот ассемблер, ну, не ассемблер, а прям машинный код двоичный, вот он там живет. И по принципам фон Неймана, да, исполняется, да, за командой команда, за командой команда, если только нет условного прыжка. Окей, да, ну, или там вызов функции, там, call какой-нибудь. Ну, короче, машинные коды там живут. Естественно, что записывать в этот сегмент запрещено. Его можно только читать, read-only. Это сделано специально. Такая самозащита, чтобы вычислительный процесс не мог сам себе переписать программный код, который начнет исполняться. В режиме ядра это опаснее. Там это возможно теоретически. И на этом основаны такие эксплойты. То есть, ну, скажем, способ несанкционированного доступа, который называется стек-оверфлоу. И через переполнение стека можно впихнуть туда такие нужные инструкции в качестве данных, а потом тут же ее выполнить и передать на нее управление. Ну, в общем, есть такие фишки. Но на уровне пользовательского процесса операционная система нас от этого самоубийства защищает. То есть при попытке что-то записать в свой сегмент кода, ну, вроде бы мой, но попытка туда записать, Сегментation fault, расстрел. Что еще? Любой вычислительный процесс обязательно получает так называемые статические данные. Data. Вот если говорить про вычислительный процесс и программу на диске, исполняемый файл, экзешник, условно, dwarf, то этот исполняемый файл, загружаясь, содержит в себе и сегмент кода, и сегмент данных. Дело в том, что программа даже hello world.cpp, он тащит с собой буковки H-E-L-L-O, то есть их коды должны где-то с собой в файлике, они должны храниться. Они должны вместе с загрузкой программы в память, должны куда-то загрузиться. Ребята, они хранятся тут. Все ваши именованные константы, которые, ну, есть константы, которые прямо в командах бывают, там, в сегменте кода, что называется, да, в команду умножить на 2, и она просто сама там вписана. Да, они могут там жить. Но все более-менее крупные именованные константы, они тоже будут жить здесь, в сегменте так называемых статических данных. Он называется data. Да, то есть ваши перемены, но это какие перемены? Это те, которые не находятся внутри функций. Понятно? То есть те, которые живут на уровне модуля, глобально, вне функций. А есть еще один сегмент, тоже очень важный для жизни, естественно, data, это read, write, доступ, да. Есть еще один сегмент, очень важный для жизни, это сегмент stack. Я про него вам говорил. Вот. И у него принцип организации, как у массива, в который я, помните, я делал массив, который я добавлял в конец, удалял с конца, и у него был фиксированный размер. Ребята, это очень похоже. Только у этого стека, у сегмента стека, у него есть возможность, ну как, на низком уровне мы можем доступаться, как там, сразу к 4 байтам, к 8 байтам, к 1 байту. То есть мы можем оттуда по-разному там кушать порциями, да. Ну, естественно, что, то есть на нем в этом смысле хранятся не однотипные данные, а на нем хранятся все локальные переменные, какие мы только создаем. То есть ты создал переменную или массивчик какой-то внутри функции, но он взял, хапнул себе, дополнительно сместил верхушку стека. Да, а как он помнит, где верхушка стека? На процессоре прям есть специальный регистр, в котором вот номерочек, да, уровень заполненности, стек, поинтер, понятно? SP, ну или там ESP, RSP, неважно. Есть такой специальный регистр, который указывает и помнит, насколько там сейчас заполнено. В чем минус сегмента стека? Почему нельзя так вот хранить вообще все данные? Дело в том, что он автоматически раскручивается, когда мы выходим из функции. Представьте себе, вот я внутри функции, что-то создал. Я хочу это нечто передать при выходе из функции, сказать, ребята, на. Если я это нечто создал вот здесь вот, и передал указатель тому, кто находится вне функции, у меня получится указатель уже некорректный. Не то, что прям не моя область памяти, она моя, пожалуйста. Понимаете, да? То есть у меня есть некий указатель P, то есть ячейка, которая указывает на переменную х, которая была создана внутри функции. И выходя из функции, я скажу, а вот тебе адрес этого х. Но фишка в том, что вот этот адрес, он указывает на некую переменную, которая реально была, жила, а потом из функции я вышел, что произошло? Уровень стека понизился. То есть формально эта область памяти, она как бы освобождена для создания новых переменных. То есть я хочу новые локальные переменные, у меня на вот этом же пространстве расположатся новые данные туда, да? Моей же программы, моей. Но вот эта вот область, где жил временный х, да, с каким-то там двоичным представлением, она будет перезаполнена. И может показаться на какую-то миллисекунду, что сохранив и вернув из функции указатель на эту область памяти, я вроде бы доступаюсь к тому самому значению, которое надо. Говорю, о, классно, все сработало, да, я там создал, вот тут я получил адрес этого вот. Да нифига. А потом окажется, что эта область памяти перезаписана другим переменами, возникает ощущение, что, ну, просто полный, это называется, undefined behavior. Понятно? Поэтому даже в рамках ситуации, когда у вас не происходит segmentation fold, вот такая ситуация, когда это находится внутри функции, да, и я возвращаю указатель на это дело, возвращаю адрес икса, да, из функции, которая возвращает, ну, вот я вот специально создам сейчас вот такую дурацкую ситуацию, функция, которая возвращает in-звездочка, назову ее foo, значит, не, не надо ничего получать, да, и внутри функции main, допустим, да, внутри функции main я что делаю? Я завожу указатель in-звездочка p, да, в который я кладу значение f, да, дальше я, допустим, это дело напечатаю, да, сяут звездочка p, я помню, что надо разименовывать адреса, чтобы доступиться к ячейке, надо разименовать ее, да, и вот в этот момент, да, может оказаться чудо великое, чудо великое, да, уму неподвластное, каким же образом вот здесь может оказаться не пятерка, а какая-то фигня, да, не дай бог я еще и буду рассчитывать на это число, как разумное, запущу цикл с таким количеством итераций, понимаете, там находится уже бред, уже, потому что на самом деле стэком пользуется программа невидимо от меня, я не настолько на низком уровне работаю, как ассемблер, чтобы понимать, а у меня в процессе вот этих вот, мало ли каких вычислений, да, может тут что-то еще произошло, мало ли перезаписалось уже, все, то, что находится выше стэк поинтера текущего, оно, оно всегда может, в принципе, что называется, перезаписаться, нельзя на это надеяться, да, вот то, что ниже стэк поинтера на данный момент, оно стабильное, то есть, короче говоря, на свои текущие локальные переменные всегда можно положиться, но возвращать адрес локальной переменной вне функции, ахтунг, never, никогда, понятно? Вот, соответственно, возникает вопрос, ну да, вот как, ну и еще один момент важный, ограниченность этого стэка, его масштаб не очень большой, мегабайты, ну десятки мегабайт, но если вам надо реально развернуть массив там на гигабайт, памяти у компьютера сейчас много, ну или хотя бы там пару сотен мегабайт, вам нужно что-то там трехмерочку посчитать, какую-то задачку, вы на стэке этого не сделаете, то есть у вас просто, ну программа, она вот будет стэк оверфлоу, но невозможно, вот, соответственно, вопрос, что делать, и ответ такой на это дело, ну это называют сегмент хип, хотя, если честно, уже не уверен, а можно ли это называть сегмент, то есть говорят куча, вот, на самом деле смысл следующий, что у, как я сказал, у операционной системы, как у монарха, у него куча пространства, там, Сибирь, там, и так далее, и он просто может взять вам и выдать, вы говорите, хочу гектар, вот тебе гектар на Дальнем Востоке, ну пожалуйста, ну только здесь же доступ-то оперативный, лететь на самолете не надо, за ОАТ и Еленички вам любая ячейка в оперативной памяти будет доступна. Так вот, в этом смысле операционная система по запросу может выдавать кусочек памяти, про это мы сейчас еще поговорим, давайте пока вернемся к ситуации вот такой, я не договорил про указатели на указателе, сорвался на модель памяти, ничего страшного. Итак, вот ситуация, у меня есть х, значит, где-то в памяти, я сейчас вот это дело сотру, еще раз нарисую в чистом виде. Значит, где-то существует ячейка Х, в которой хранится двоичный код пятерки, я просто запишу пять. Раз у меня есть ячейка, у нее есть адрес, значит, этот адрес можно взять, правильно? Взять адрес х, какой тип у вот этого выражения? Это выражение с оператором, взять адрес, какой у него тип? Ин звездочка, согласна? Соответственно, для любого типа, почти для любого типа, можно создать ячейку, хранящую в себе значение этого типа. Значит, я могу создать ячейку типа int звездочка, назвать ее, ну, например, px, поинтер на х, да, и положить туда адрес х. Могу? Могу. Могу ли я доступиться, давайте я по существу нарисую как бы это в памяти, то есть у меня есть некая ячейка px, да, в которую я положил адрес вот этой самой ячейки. Понятно? Соответственно, я для доступа к вот этой памяти, к этой пятерке, могу пользоваться самим именем х, да, то есть имя переменной, оно в каком-то смысле всегда и так разименованный ее адрес. Понятно? Имя переменной, когда мы обращаемся по нему, да, это всегда разименованный адрес. Вот. Так вот, а здесь я сам адрес беру и положил его в ячейку. В ячейку px. Ребята, ячейка есть? Есть. Она хранится в памяти? Да. Ну, она хранится, это все сейчас на стейке, типа внутри функции main пишу, да. Она на стейке, но не суть. Ячейка есть? Есть. У нее есть адрес в памяти? Есть. Значит, я могу. Что? Я могу на нее этот адрес сослаться, да, я могу взять адрес ячейки px. Вопрос, какого типа адрес ячейки px? А? Инт звездочка звездочка. То есть тип этого выражения, он вот такой. Инт звездочка звездочка. Ну, я назову ее ppx, эту ячейку, в которую я положу адрес px. Да? По сути, что я сделал? Да, я сделал ячейку, назвал ее ppx. Эта ячейка, она адресного типа, то есть в ней ровно столько байт, сколько надо для хранения адреса. Да? То есть x, условно, может быть слоном, комаром, да. А вот эта ячейка и эта ячейка, они адресного типа. В них ровно столько байт, сколько нужно, чтобы указывать адрес в оперативной памяти. Может, 4, может, 8 байт. Сколько там байт на указание адреса ячейки в памяти. Зависит от архитектуры. И я туда положил, ну, я нарисую вот так вот условно некую звездочку, да, муть некую, указывающую на вот эту вот ячейку, да. На саму ячейку. Соответственно, я могу через этот ppx работать с самим адресом. Ну, в частности, сделать какую-то адресную арифметику, там ppx++, например, да. Тем самым я что, этот адрес напишу, да, считай рядышком там соседнюю клетку, да. Ну, правда, вопрос, а что там хранится? Не получится ли случайно, что я вылезу в какую-то... Ну, видишь, тут же нет массива. Массива не создаю. Значит, рядом у меня может находиться все, что угодно. Осторожно. Да, оно, скорее всего, принадлежит мне. Вряд ли меня сразу операционная система за это тыдыщ из Segmentation Fold. Но, вообще-то, ну, наверное, не стоит, если это не в рамках одного массива, наверное, не стоит туда гулять в соседние байты и пытаться интерпретировать их как указательный int. Наверное, не стоит. Ладно, что я могу сделать, да? Продолжим наши игры. ppx — это ячейка в памяти. ppx — ячейка в памяти, в которой хранится адрес. Значит, я могу взять адрес ppx, какого типа эта штуковина. Очевидно, int звездочка, звездочка, звездочка. Да? Назову эту переменную, ну, могу хоть игреком назвать, но я так для логики назову pointer to pointer to pointer to x. И положу туда этот адрес. Да? Ну, давайте адресуем. Я уже дальше не буду продолжать эту игру, но вам очевидно, что я на самом деле могу продолжать и дальше. На самом деле никаких проблем, да? Может быть, и pointer to pointer to pointer to pointer to pointer to x. А дальше в каком-то смысле возникает такая игра в кладики. Да? Давайте я покажу реально пятерка одна. Число одно. Да? Что я могу сделать для доступа к этому, как я могу доступиться к этому числу? Первый вариант. x просто по имени переменной. Имя переменной – это всегда разименованный ее же адрес константный. Поэтому фактически сюда тупо вернется пятерка и выведется, да? Давайте я в тот же сяут пихну второй вариант доступа к этой ячейке. Я беру ячейку px, беру ее значение, и разименовываю адрес, который хранится в ячейке px. То есть я пишу звездочка px. То есть я обращаюсь по адресу, лежащему в переменной px, тем самым доступаешь к той же самой пятерке. Я могу разыменовать, разыменовать ppx. На самом деле пишется коротко. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Это достаточно сложная штука, на самом деле. Не, она на самом деле, это же компилируемый язык, это очень низкоуровневые вещи, они происходят быстро. Но тем не менее, по существу дело. Это берется, мы идем по адресу самой ячейки ppx, берем адрес, взяли, разыменовываем его, то есть доступаемся, то есть реально процессор что делает, да? Он взял ячейку ppx, то есть, ну что это значит? Это значит, что в инструкции было написано адрес этой ячейки, да? Он выполняет, доступается к оперативной памяти, говорит, оперативная память, скажи мне, что там в этой ячейке. Она возвращает ему. Дальше он говорит, смотрит на этот адрес, говорит, так, ну мне ведь надо обратиться по этому адресу. Говорит, оперативная память, а что там по этому адресу? Она ему возвращает, соответственно, уже вот этот адрес, самохранимое. И потом я еще раз говорю, да, а что там лежит по этому адресу, да? Ну и давайте последний маразм, да, что я могу сделать, звездочка, 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 pppx. Понятно, да? Вот такой вот проход по этим самым кладикам. Естественно, попытка сделать еще одну звездочку приведет к чему? К ошибке. Потому что вот это выражение, оно, ну то есть, вот, и само px, оно имеет тип int звездочка, а разименованный px имеет тип int. Уже просто int. Соответственно, его, а int уже нельзя разименовывать. Int это уже просто число. Это не адресный тип. Его нельзя разименовать. Понятно? Вот и вся фишка. Соответственно, здесь я раскручиваю из адресный на адресный на int. То есть, одна звездочка сняла одну звездочку с типа, да, вторая звездочка сняла вторую звездочку с типа. Дальше остался int, все. Ок. Так. Ну что же, хотел я вам сказать еще немножко вот про вот эту игру вклады. Так, как бы. А что, если я, ну, я вижу, что тут можно организовать довольно прикольную штуку, да. То есть, вот проходим, там что-то лежит, там что-то лежит. Ну, смысла здесь мало, да. Это как в детстве, может, кто-то играл в записочки. Следующая записочка лежит под горшком с цветами, да. Под горшок с цветами идешь, а там следующая записочка лежит под мусорным ведром. Следующая записочка лежит на шкафу, там, а конфета, а в последней написано, а конфета лежит, не знаю, на нижней полке холодильника. Понятно, да? Хотелось бы, чтобы я получал пользу от вот подобной штуковины прям по пути. Ну, нельзя ли так организовать дело, чтобы у меня, ну, по существуете адреса, ну, допустим, по 4 байта, да. И вот рядом с каждым из них что-то дополнительное бы там хранить, да. Что-то ценное, чтобы тут был один, например. Вот здесь, чтобы у меня кроме самого адреса хранилась, например, двоечка. Вот здесь вот троечка. Ну, неважно. Я имею в виду там конкретные значения. Вопрос, зачем мне нужна такая структура данных, которая линейная, она похожа на массив получится, это отдельный вопрос, мы его обсудим. Но чисто вот так вот прикольно, да. Ну и еще. А нельзя ли сделать так, чтобы уж если я соберусь в такую структуру данных, а называется она связанный список. Вот такая вот организация хранения данных, пока что радиозабалы. А нельзя ли так, чтобы она имела не строго фиксированный размер, да, а можно было продолжать, 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 и только в какой-то момент мы сказали, о, все, он кончился. Понятно? И в нем каждый раз хранились какие-то данные. Вот давайте обсудим этот вопрос с чисто сишного способа, да, вот самого тупого. Ну, у меня есть для этого что? Структура. Структура позволит мне обращаться к ячейке, да. Ну, давайте даже так, и еще проще. У меня указатель может иметь тип указатель непонятно на что. Так называемый void звездочка. И у меня есть механизм реинтерпретации указателей. А на самом деле я знаю, на кого ты указываешь. Понятно? И вот смотрите, я могу сделать, я его даже назову так, void звездочка P. Вот так вот. Вот звездочка P. Нет, откуда я сейчас буду память поделел черпать, тоже сейчас пока. Закроем, да. Я могу положить адрес х вот в такой вот. Что это за тип? Void это пустой. Соответственно, void помечаются функции, которые ничего не возвращают. У них нет return. Ну, или return точка запятая. Он ничего не возвращает. И при своем значении х равно f, где f это void функция, невозможно. Это единственный тип void, для которого нельзя создать переменную типа void. Потому что она нисколько байт не занимает. Void безразмерный тип. Ничего. Нет типа. Это не non-type, как в питоне. Это именно просто заменить. Слово заменитель типа. А вот void звездочка, это вполне себе тип. Void звездочка, это вполне себе тип. И он сделан для указателей непонятно на что. У меня есть адрес, но кто по этому адресу? Я не знаю. Может фсбшник, может правозащитник. Пойди угадай. А может слон, может комар. Кто там лежит, сколько байт он занимает. Какие операции поддержит. Но если это твоя память, то ты можешь по этому адресу пройти, интерпретируя это так, как ты хочешь. Естественно, что для этого понадобится что? Ну, либо использовать сишный вариант реинтерпретации, либо reinterpret cast. Я буду reinterpret cast условно делать. Соответственно, я на самом деле могу там подложить более сложную штуку. То есть выделять память и немножко больше, чем надо под x, а адрес x. Ну, как это сделать, это отдельный вопрос. Слушайте, давайте сейчас это дело завернем. Хочется сразу рассказывать это через структурки. Я хотел бы обсудить с вами для начала, для начала, обсудить то, а как в принципе мне хранить рядышком адрес и хранимые данные. Для этого дела мы можем использовать такую вещь, как структуры. Я их не очень-то, по-моему, даже особо и не разбирал, поэтому давайте про них поговорим. Значит, итак, я сделаю всего лишь Eostream. Что такое структура? Это так называемый пользовательский тип. Пользовательские типы в C++ бывают перечислимые, и нам, структуры, struct, union, объединение, и классы, класс. Вот четыре основных. Инструкция TypeDef не определяет, не создает нового типа. Она создает синоним типа. Типа, называем как, да? Типа, вот, читай, что это вот то. Понятно? Поэтому, вот, union по жизни вам не нужен. Я видел его реальное применение, но реально, ребят, вам он не понадобится. А если понадобится, вы про него прочитаете. А перечислимый тип и нам реально бывает нужен, но не будем обсуждать. А вот struct и class, это два типа, которые реально очень часто нужны. Ну, вот тип struct, он достаточно простой, и он C-шного типа, да? Типа C-структур. Итак, давайте с вами создадим. Я создаю структурку и назову ее, ну, как, вот у меня цепь такая получается, цепочка. Я назову ее звено, да? Назову ее звено. Соответственно, node, звено, T. Здесь внутри вот этого вот, да, кстати, в отличие от функции, здесь ставится точка запятой в конце описания этого типа. Вот здесь вот внутри структурки я опишу то, из чего она состоит, что в ней внутри. И вот я скажу, у меня там должны храниться данные, конфета, и записка, где искать следующую. Я говорю, тут вообще-то хранится дата, некое data, да, данные. И еще там хранится указатель, ну, да, ячейка, хранящий адрес на такую же записку. И вот ради этого дела, вроде бы я еще не до конца описал этот самый тип node, T. И тем не менее, я имею право, поскольку все адресные типы, понятно, сколько байт занимает память, я имею право сказать, что у меня внутри хранится, ну, с некоторой поправочкой, смотрите, да, сейчас что получается? Я, как это называется, в матрешку, запихнул матрешку такого же размера, говорю, нет, так нельзя, конечно. Вот так нельзя, не может быть объект этого типа полем этого же объекта. А вот адрес на него может быть, да, то есть у меня, ну, я говорил вам, что я звездочку буду ставить все-таки справа, да, но реально тип node, T звездочка у атрибута next, да, понятно, да? То есть у меня сейчас, еще раз говорю, два поля у моей структуры, она состоит из двух частей. И я, чем структуры хороши? Тем, что я смогу сразу создавать такую структурку, такой вот объект этой структурки, раз, и там сразу хапаю памяти под и ту, и ту штучку, да, такое звено, да? И эти звенья будет удобно выстраивать в цепочку. Как самый тупой сейчас сделаю способ создания этих звеньев? Мне же нужно реально не одно звено, я хочу цепочку из них сделать, да? Что сейчас я сделаю? Если я самое примитивное сделаю, я сейчас создам массивчик, допустим, A, который будет иметь тип node, T, да, то есть и положу туда, ну, например, там, условно, пять таких структур. У меня там пять структур. Может, десять, я не знаю. Давайте пять. А теперь смотрите. Я хочу... Сейчас это просто валяется, и там валяется бардак полный. То есть там неопределенные значения, как у data, так и у next, этого самых этих указателей. Я хотел бы туда прописать какие-то разумные значения. Ну, пробежаться можно при помощи цикла, да, for, там, int i, начиная от нуля, до пяти не включительно, i++. И что я буду делать сейчас? Я сейчас возьму и туда в A, и ты, точка, ну, то есть я к элементу структуры сейчас хочу доступиться, к его свойству. Точка data равно, ну, давайте там, не знаю, i плюс один, чтобы он начинал с единички. Окей? Это понятно. А вопрос, а что мне прописать в A, и ты, точка, next? Адрест, то есть это ячейка, хранящая адрес. Тут надо класть адрес. Ну, кстати, никто не мешает мне положить туда, собственно, например, адрес всего A как такового. Нет, правда, тип не совпадет, наверное. Хотя, ладно, это не совпадет, совпадет. Ну, это же, по сути, адрес самой первой структурки, A нулевой. Да, то есть это то же самое, что адрес, да, адрес A нулевой. Потому что A нулевой, это что такое, я вам говорил формулу, да? Это что? Это A плюс 0 разиминованный. Разиминованный A плюс 0. Ну, в смысле адресной арифметики, да? А разиминование и взятие адреса, это взаимоуничтожающиеся операции, если только возможно взять адрес у того, у чему мы собираемся. A плюс 0 это A. То есть в итоге, короче говоря, в принципе, я могу вот так положить. Правда, тогда получается, что у меня все звенья с нулевого по четвертое имеют next нулевое. То есть они все тыркаются в него, указывают на него. Ну, странно, это не та игра, которую я хотел, а давайте я буду туда класть, собственно, ну, например, A плюс I. Получается, тогда у каждого хранится адрес самой же структурки. Опять, не выстроились они, да? То есть они каждый просто указывает сам на себя. Да? Ну, что я могу еще сделать? Там, не знаю, A, там, не знаю, плюс 5 минус I. А, ну, да, ладно, плюс 4 минус I на противоположную, то есть на зеркальную. А, да, соответственно, четвертая на нулевую, нулевая на четвертую, да, первая на третью, третья на первую. Такие маленькие кольца получаются, да, их закольцую. Я хочу их сейчас все выстроить, а самая сложная проблема будет, а как остановиться? Сейчас покажу. Что я сейчас сделаю? Я скажу ему так, товарищ, а ты указывай, пожалуйста, на следующую, да? Получается, A плюс I плюс 1. Я могу расписать, что я тут хочу взять адрес, соответственно, I плюс первой ячейки. Вы понимаете, что, в принципе, что это значит, да? Я же уже объяснял, да, что, ну, можно так писать. Здесь у меня, поскольку A это адресный тип, то это получится у меня смещение от начала массива на I плюс 1 ячейку. Понятно? В результате у меня в нулевую ячейку, там, где I равно 0, будет положен в ее указатель next, будет положена ссылка на ячейку с индексом 1. Понятно? Понятно, да? Вопрос вот в чем, что у меня сейчас у четвертой ячейки в A точка next лежит непонятно на что указатель. Плохо дело, потому что, не дай бог, я сейчас по нему обращусь и что-нибудь туда еще и запишу. Понимаете, да? А самое страшное, если я начну сейчас эту цепочку перебирать, как четкие, перебирать, перебирать, брать, говорю, дай, 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 дай. Ну, вы помните, в питоне я вам рассказывал про итерируемые объекты? Итерируемые объекты, это очень клевая штука, да? Массив, в принципе, тоже итерируемый объект. И здесь тоже у меня получается, ну, он специфический такой, да? Но тоже удобный, интересный, итерируемый объект. Я могу у него брать звено, раз за звено потянул, а у него есть next. Раз за звено потянул, а у него есть next. Да, и поиграть вот в эти кладики дальше, дальше, дальше. Вопрос вот в чем, а не дай, я же не смогу остановиться, я не смогу опознать последнее звено. Ну, да, у меня в data хранится четверка, но откуда я знаю? И если я сейчас вот заложусь, что я буду их тупо считать, я знаю, что их пять штук, ну, это прекрасно. Но фишка в том, что я должен посмотреть на адрес, а в адресе написано, это последняя конфета, больше конфет нет. Понятно? То есть там должен быть написано все. И тут мне поможет кто? Нул. Ну, с тем дополнением, что поскольку мы пишем на плюсах, то лучше пользоваться не нул, а нул ПТР с маленькой буковки. Это специальное слово, которое по сути означает нулевой указатель, только он легко приводится к нужному типу. Поэтому я туда положу нул ПТР. Значит, мне нужно это сделать, вот прямо сейчас просто так уж получилось, что я это сделал тупо руками. Я в а четвертый руками скажу, а то четвертый next неправда, там сейчас неправда записалась. На самом деле ты нул ПТР. Он выделяет этот цветом, как он опознает это слово. В результате я сейчас создал, ну я создал-то да, на массиве я создал, но тем не менее я создал по сути пять звеньев вот такого типа. Давайте попробуем по ним побегать так, как будто я не знаю сколько их штук. Реально ведь и на самом деле я мог бы каким-то образом создать такую штуку, сейчас расскажу, чтобы я типа и не знал реально сколько их там штук. Да. Если бы я не проставил там нул ПТР, а так я смогу сам вовремя остановиться, я сам буду все время смотреть, а точно я могу пройти по этому адресу, а то не дай бог я возьму действительно мусорную структуру, то есть я там, у меня указывало на следующее звено, в котором уже я реально не записывал адреса, я беру по случайному указателю, пытаюсь пройти, вот за это да, за это операционная система тут же даст по шее. Сегментation fault и до свидания снимает с вычислений. Поэтому, что я делаю? Я поэтому и пробил туда нул ПТР, чтобы мне было как остановиться. И что я теперь сделаю? Мне необходимо иметь указатель на начало. Ну раз я говорю, что мне нужен указатель, то я назову его, давайте, пбегин. Да, он естественно сам не звено, это указатель на звено. Ну и я сейчас в качестве начального звена возьму, собственно, ну вот а нулевой адрес. Ну слушайте, я не буду писать а нулевой адрес, просто а это и так есть адрес нулевого первого, в смысле звена, да, с индексом 0. Вот у меня есть начало этого связанного списка. А теперь смотрите, вот забудем о том, как я создал этот список. У меня есть первое звено. Давайте идти до тех пор, ну естественно, что я не хочу потерять указатель на начало, поэтому я, пожалуй, создам копию указателя, да, создам себе П, скопирую туда, ну потому что я же не один раз собираюсь воспользоваться этим списком, а потом как-то потерять ниточку, да. Не, я себе скопирую этот указатель, чтобы уже вот этот указатель П был вот моим текущим указателем, который спокойно я перезапишу, потом выкину там, да. Я сейчас побегу. А, да, давайте даже так сделаем. Я вот здесь вот оформлю как функцию, да, которая будет у меня перебирать. Где там у меня Google переводчик? Перебирать. Окей, на английский. Through, да, the rosary. Go through. Отлично. Ну вот, соответственно, я так и назову эту функцию. Go through, да, и я ему даю указатель, да, я ему даю P begin. Вот этот go through, он будет у меня распечатывать. Я сейчас напишу эту функцию, да, и забуду о том, как этот список появился. Итак, функция go through, она у меня будет вайдовая, ничего не возвращать. Go through. А получать она будет node t звездочка P begin. Ну, слушайте, в данном случае как раз меня устроит ситуация, я же не буду перезаписывать, да. Сам адрес мне передан сюда по значению. То есть я не изменю ту переменную P begin, которая мне тут оттуда передана. В этом смысле я могу менять спокойно свой параметр P и не волноваться, что тот P сотрется. Вот, понятно? Так, ну и я что хотел сделать? Я хотел вот здесь вот. Собственно, а, зачем я это уже делаю? Это лишнее, да? Все. Итак, что я сейчас сделаю? Я скажу, до тех пор, пока у меня этот самый P не является null PTR, я буду, то есть пока по нему вообще можно обратиться, да, по этому адресу, я буду печатать, печатать кого? Ну, указать или печатать на экран? Не камильфо. Зачем мне эти адреса? Я же не хочу реально видеть. Они каждый раз разные. Вот операционная система мне от запуска к запуску то один кусок памяти выдаст, то другой. Мне сами адреса не очень интересны. Поэтому мне интересно было бы по адресу P, а по адресу P кто лежит? Структура. У структуры есть data. Вот мне это data и надо, да? Ну, я их буду разделять друг от друга при помощи этого, там, перевода строки, например, да? Но я хотел бы шагать. Вот как мне перецепиться на следующее звено? Я скажу. У меня есть P, это адрес на звено. Я говорю, я хочу в тебя, в свою ячейку, хранящую адрес на текущее звено, положить тот адрес, который хранится в самом звене. Соответственно, я разыменовываю, достаю само звено. У него достаю его свойства next. И получается, что вот таким вот образом я подменил себе адрес. Стал указывать на новое звено. Ну, я уже говорил, что вот эта конструкция со скобочками на программистов на C и C++ задолбала, и вместо нее ввели вот такое разыменование вместе с доступом к полю. Стрелочка. Говорил про это? Ну, я вот написал, напомнить, что это по существу, да, а это именно структура, доступная по адресу. Вот я, разыменовывая этот адрес, обращаюсь к полю. Понятно? Чем это отличается от просто точечки? В результате P равно P стрелочка next, я перестраиваюсь на следующее звено. Видите, да, то есть механизм итерирования я по такому связанному списку принципиально другой по сравнению с массивом. Давайте посмотрим. Может, я всю фигню тут понаписал? Давайте это дело попробуем закомпилить. Оуч! Точка с запятой. Питон делает свое дело со мной. Так, и go through. Итак, запускаем. Смотрим. Вау! Go through действительно прошла сквозь список и вовремя остановилась. А если бы я, не дай бог, не остановился? Что произошло? А давайте посмотрим. Ну что? Кто мешает нам посмотреть? Давайте посмотрим, как выглядит сегментейшн фолд. Для этого вот здесь вот я очень просто поступлю. Я временно закомментирую этот остаток строки. Да, двойным делением в кавыне. Ну, это комментарий однострочный так. И что я хочу написать? Я напишу здесь пока всегда. While true. Пока всегда. Ну, я потом сотру сейчас это дело. Просто ради того, чтобы мы увидели живой сегментейшн фолд. Та-дам! Ну, он по-русски пишет. Ошибка сегментирования. Кажется, что это, как сказать, мелочи. На самом деле это капут программе. То есть она дальше не продолжает исполнение. Это немедленное освобождение всех ресурсов. Это, ну, там, дампы и так далее. То есть если бы это в графическом режиме, то она бы там уже кричала. Давайте отправим под виндой в Microsoft. Давайте отправим докладной на вашу программу. Ладно. Понятно, да, глобально? Что я хотел? Исправить обратно и больше так не делать. Короче, я что хотел сказать, да. Работа с памятью, она открывает новые интересные возможности по созданию структур данных. То, что мы сейчас сделали, это достаточно простецкая вещь. Вопрос. А можем ли мы каким-то образом теперь сделать вот эту структуру данных условно-безграничной? Чтобы туда можно было напихивать столько данных, сколько нам хочется. Ну, вот как в ситуации с массивом. Массив, он всегда ограниченного размера. Я хочу прям вот еще, еще, еще. А мне не нужно хранить их подряд. Я вот хочу хранить там вот поэлементно туда. Раз и еще добавил. Раз и еще добавил. Да. Польза у связанных списков есть большая, чем просто безграничность массива. Безграничность хранимых данных. Но давайте пока вот так к этому отнесемся. Значит, мне надо дозапрашивать операционные системы под новые элементы. Говорить, да еще, да еще. Да, как в мультике Лоло. Да, да еще. Сейчас мы сделаем, да еще. Для этого я воспользуюсь сейчас. Сейчас будет зло великое. Я покажу это, но делать так не буду. Я вам хотел сказать, что в языке C++ есть ради обратной совместимости и ради, ну, некоторых еще приседаний есть старый механизм работы с памятью. Чисто сишный. Ну, вот, я тут решил немножко почитать слегка, чтобы я вам не гнал пурги про там новый стандарт. Если что, да, я стараюсь более-менее про стандарт держать в уме, да. Вот книжка «Создатели языка» Бьерн Строу Струп. Это краткий курс обновления, что там произошло с C++ в 2011 году. Вот, и вот прям вот я открыл, посмотреть слегка там по замечаниям, по стилю, по адресам. Там написано прям «Постарайтесь избежать молок и фри». Вот есть механизм такой, называется «Memory Allocate», то есть аллоцировать память. Это обертка над системным вызовом по запросу памяти. Ну, то есть, естественно, когда мы делаем системный вызов в языке высокоуровневом, то это не прям вызов прерывания операционной системы. Он все-таки немножко обернут более-менее удобным образом. Вот есть несколько вариантов вот этих оберток. Это молок, колок, да, ну а потом еще есть отдельный системный вызов. Операционная система, мне вот тот гектар на Владивостоке не нужен, забери себе обратно в общесистемное пользование. Понятно, да, может ты кому-то другому дашь. Ясно? Вот, ну вот есть вот молок, колок, они по-разному оборачивают это дело. Так вот, можно вникать в тонкости того, как они устроены, как ими пользоваться, но желательно не надо ими пользоваться просто. Понятно? Но и тем не менее, я вам вот просто заготовил примерчик. Он специально называется молок.си. Давайте на него посмотрим. Да, здесь создается дабл звездочка PD, да, и туда молочится молок вызов функции. Но как вы видите, сам вызов этой функции происходит не просто так, а вокруг него прям сразу же какие-то навороты. Что это такое? Ну это, ребята, это по сути риентер предкаст только в си стиле. Сишный риентер предкаст такой. Говорит, а ты на самом деле... Дело в том, что операционная система понятия не имеет, какой тип использования данной памяти будет. Понимаете, какой там тип хранимых данных. И системный вызов языка си понятия не имеет. Ну вызвал, сдай память. Дал память. Ну либо не дал. Так вот, фишка в том, что он молок возвращает в войд звездочка. Вот этот самый опасный тип указателя, непонятно на кого. Поэтому тут же мы его делаем ретипизацию, говорим, все нормально, компилятор успокойся. На самом деле это дабл звездочка. И тут же кладу его, соответственно, в свой указатель PD. Да? Второй момент. Поскольку молок, опять же, не знает, какой тип хранимых данных, а мне нужно ему сказать, сколько байт. Понимаете, да? Он просто обратится, пробросит это в операционной системе и скажет, дай мне столько-то байт. И она даст ему столько-то байт. Или не даст. Значит, мне нужно посчитать, сколько байт мне надо. И вот я тут выписываю арифметическое выражение, в котором говорю, так, сижу и с калькулятором со счетами считаю. А сейчас в связи с распространением вируса, пальцы в рот лучше не совать. Простите. Как это, видео смотрел какой-то министр в Германии, где-то еще, объясняет, что нельзя касаться своего лица и тут же смачивать пальцы в рот, чтобы перевернуть страницу. Короче, мы руками берем и начинаем считать, сколько же мне байт надо. Для этого пользуемся функцией sizeOfDouble умножить на 10. То есть я считаю, сколько же байт мне понадобится под хранение стоких-то даблов. Понятно? Ну, такая вот в результате получается громоздкая, неприятная запись, но тем не менее, все нормально. Оперативная память, по идее, должна быть выделена. Но может быть и не выделена. Как вы видите, у меня вот здесь вот написано, ifpd не равно нул. Ну, в C в чистом, там нет нул ПТР, там есть нул, константа такая. Соответственно, этот нул будет сигналом от операционной системы. Я ей говорю, дай мне адрес на память, которую ты мне выделишь. А он мне возвращает, ни хрена тебе, это нул тебе. Это означает, что он мне не выделил памяти. Поэтому, на самом деле, нельзя просто замолочить и сразу начать работать. Ты приехал в Владивосток, а там нет твоего гектара, потому что тебе его не выделили. Нельзя. Потому что ты, естественно, получишь попытка разыминовать нул, приводит, естественно, тоже к segmentation fold. Поэтому здесь что? Я здесь делаю что? Пробегаю по указателю P и зануляю чейку памяти. Ну, обратите внимание, что я этот P, я делаю копию себе в рамках цикла for, копию указателя PD и бегу по нему P++. Ну, указатель, кстати, тоже можно делать плюс-плюс, он шагает на следующую ячейку. Ну, такой вот способ. Я мог бы, на самом деле, здесь пользоваться как массивом, да. Ну, и вот отдельно, не удалось. И обратите внимание, что в конце у меня есть free. Я хотел еще одну штучку вам показать. Смотрите. Ну, во-первых, я компилировать буду, раз это C-шный программный код, то не компилятором G++, а GCC. Я вам скажу, дорогой, давай-ка вот перекомпилируем. Ну, он молчит, значит, а out теперь у меня это моя программка. Что-то тишина. Тишина. Давайте посмотрим, он что-нибудь делает. А, ну, он printf-ает, если у меня не удалось выделить память, а если это, он зануляет, но ничего не делает. Слушайте, ну, я не ради этого. Я сейчас не хочу, на самом деле, ничего с этим сильно делать. Я хочу сделать следующее. А давайте попробуем не делать free. Ну, а зачем он нужен? Давайте хапать память, сколько нам влезет. Хапнем? Еще хапнем, еще хапнем. Ну, давайте хапать память. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ну-ка, перекомпилируем, запускаем. Да все норм. Да нормально все. Да. Все действительно нормально до поры. Дело в том, что мой файлик, а out, мой вычислительный процесс запустился, отработал и закрылся. В момент, когда вычислительный процесс закрывается, операционная система присваивает себе обратно все его ресурсы. Здесь нет права наследования. Здесь монарх, все эти земли себе обратно. Он тебе там файлов открыл, памяти выдал, сетевые соединения, а потом не-не-не, все мое обратно. Понятно? Все почистит, все заберет. Поэтому, да, у него, у операционной системы хранится реестр. Поверьте, вот как государство, оно у себя держит реестр того, какие участки земли за вами, да, там, вы купили, там, собственность, да, но все хранит. Вот такая операционная система, она каждое выделение памяти хранит. У нее это все записано. Вот, но представьте себе, что мой ресурс долго живущий, мой вычислительный процесс долго живущий, что он живет и живет и живет. Давайте, вот я сейчас возьму его, да, и вот это вот действие, да, по выделению этой памяти, да, я буду делать в цикле. Ну, а кто мне, мешай. Давайте, while true. Пока всегда. Беру вот это все и запускаю в цикл. Так, сколько тут примерно строчек? Я чуть-чуть перегнул. Вот так вот. Понятно, что я сейчас сделал, да? Видите? Я делаю то же самое, я выделяю память под 10 даблов. Всего-то под 10 даблов, в том, 80 байт, да? Ну, дальше там что, зануляю их. Могу не занулять, могу что-то другое туда класть. Ну, не суть важна, да? А если не выделяется память, то он закричит об этом. Давайте посмотрим. А, GCC. Давай. Ой. Он не знает, что такое true. Ну, конечно, это же чистый C. Нашел. Что сказать? While 1. Пока 1. 1. Это правда. Так, ну, поехали. Запускаемся. Та-дам. Долгоживущий процесс. И вы скажете, ну, все нормально, Тимофей Федорович. Ну, он что-то делает, вычисляет, все нормально, да? На самом же деле, я полагаю, что сейчас произошло страшное, к сожалению. Вот я сейчас уже не могу доступиться к компьютеру. Он еще высвечивает туда что-то, да? Я зря, наверное, это сделал. То есть вот сейчас я даже не знаю, смогу ли остановить уже. Все, все. Он отожрал память. Просто мышка еле двигается. Я надеюсь, что сейчас Ctrl-C или Ctrl-4 его срубит. Очень надеюсь. Потому что у меня сейчас более устойчивая запись экрана. По идее, она должна сохраниться. Ну, может быть, понадобится перезагружать компьютер. Совершенно серьезно. А? Значит, перестал отдавать. Ну, у меня картинка такая же. То есть это не надо, пожалуйста, выключать питание. Он мог перестать HDMI? А, нет. Он бы сказал. Значит, HDMI он еще отдает. Что произошло? Этот зараза сожрал всю память. Операционная система, она теперь просто протормаживает. Просто, она не знает, что делать. Я сейчас пойду его срубать. Я попытаюсь сейчас его срубить. Не знаю, у меня получится или нет. Вообще, сейчас переключиться в другой контекст. Я подлину к со мной. К чему можно, конечно. Ну, если бы это было на питоне, было бы помягче, наверное. Так, мне удается переключиться сейчас. Не знаю, видите, вы это видите, да? Это он так долго тамазит. Он не может сейчас запустить новый процесс. Памяти нет. Тот все сожрал. Это называется утечка памяти. Слушайте, я боюсь, что сейчас, к сожалению, вы просто реально придете перезагружать. Потому что я не получаю сейчас его грохнуть. Я не предусмотрел этот момент. О, благословенный Linux. А? Давай. Это я Ctrl-Alt-F1. Перешел из графического режима в параллельный текстовый. И сейчас я, дай бог, чтобы сейчас бэш запустился. Сейчас операционная система нашкребет памятью, чтобы запустить консоль. Не графическую, не графическую, просто самую примитивную. Вот сейчас, сейчас посмотрим. Если он это сможет, я напишу команду killAll-9A.out. И тогда он все процессы, которые называются A.out, сделает им sigKill. То есть, пошлет им сигнал уничтожения без всяких этих самых, без рассуждений. Давай. Out of memory, говорит. Че? Посмотрите, кажется, операционная система сама приняла это решение. Да, ну давайте я на всякий случай все-таки сделаю этот kill. KillAll-9A.out. Ну, он говорит, что, видимо, такого процесса уже нет. Ладно, PSAXU сейчас сделаем grepAout. Покажи, есть ли такие процессы. К счастью, да, операционная система, как это, монарх оказался достаточно умен, чтобы этого желобливого процесса убить ради жизни остальных. Я не вижу, что у меня сейчас, а, и он написал мне в консоль, убито. Kill. Спасибо тебе. И мы, слава богу. Ой. А, да вы это видите, да? Вы видите, да, это надпись убито. Слава богу, мы это пережили. Если честно, я не знаю, что сейчас делал ОБС, и насколько там видеозапись шла этого процесса. Вот честно, скорее всего, там будут глюки. Но я надеюсь, я сейчас на всякий случай его рестартану. Хотя вроде пишет. Ну, там наверняка были глюки, потому что в процессе, естественно, не хватало памяти остальным. А давайте, а можно ли как-то вот такие опасные вычислительные процессы как-то отладить? Ну, представьте себе, вы реально возьмете и на кластере такую штуку запустите. Там, где другие люди параллельно с вами делают вычисления, да? В общем, длинные какие-нибудь там самые. Ну, естественно, что по рукам вам надают, а потом уволят. Вот. Есть такая штука, Valgrind. Он специально сделан для отладки вещей, связанных с динамической памятью. Я его... Под Linux. Под Windows нету Valgrinda. Ставьте Linux. Valgrind. Я его только сегодня взял, apt-get install Valgrind. Из репозитория накатил его за минут пять. И могу, соответственно, при помощи Valgrinda сейчас взять этот aout. И я сейчас опасаюсь, если честно. Но под Valgrind'ом я не так сильно опасаюсь. Вот. Ну, давайте, слушайте, может быть, давайте я все-таки уберу этот while1. Все-таки там, ну, хотя бы этот самый, ну, не while1, а какой-нибудь for, что ли, запустим. For int, там, i равно 0, i меньше чем, там, 100 раз пусть он это сделает, да. Ну, чтобы, ну, точно мы сейчас не сели еще раз вот это положение. Но, тем не менее, то есть утечка памяти осталась. И я запущу сейчас Valgrind. Вот эту служебную отладочную программу для сишных и сиплюс-плюсных программ. И я прям запускаю aout под Valgrind'ом. И он мне начинает говорить, вау, вау, говорит, leak summary. Да. Hip summary, leak summary. Лик, утечка, да, то есть суммарное количество утечек. Он говорит, 8 байт в 100 блоках, да, definitely lost. То есть просто стопудово потеряно. Ну, потому что они там, может быть, потеряны непрямым образом, там, еще как-то, да. Вот просто. И он мне сразу пишет объем утечек. Понятно? Вот. Соответственно, Valgrind позволяет эти вещи отслеживать. Вот. Ладно. Чего я хотел сказать? Спасибо Волгринду. Давайте сделаем так, чтобы утечек не было. Для этого я что? Верну обратно этот free, free.pd и сую ему адрес этой памяти, которую надо делать free. Перекомпилируемся, перезапускаемся, но под Волгриндом. И он говорит мне, хипсамари, ликсамари, вообще не стал писать. Все окей. Ноль ошибок из нуля контекстов. Все окей. Понятно? Таким образом можно отслеживать утечки памяти и для программ, которые занимаются попрошайничеством памяти, берут динамическую память у операционной системы, им это делать надо. Есть некие правила, как это сделать, чтобы утечек не было. Слушайте, в любом случае, в той функции, в которой ты память выделил, там освобождай. Не всегда так бывает удобно. Я же начал с того, что что делать, если я создаю некий объект внутри функции, и он довольно большой. Функция генератор какой-то матрицы. Она должна вернуть адрес матрицы. Значит, она должна выделить память и не освобождать. Это порождающая такая функция. Да? Ну, значит, так. Значит, но тем не менее, я должен тогда отметить, что эта функция выделяет память, не забудь освободить. Либо каким-то продвинутым способом обеспечить освобождение памяти. Послушайте, я, конечно, вам рассказываю вещи, связанные с динамической памятью, но на самом деле, вот это вот, вот то, что вот даже вот, ну, я сейчас более продвинутый способ покажу, да, вам надо, в принципе, уметь работать с памятью, не пугаться молокой фри, да, там колок, молок, фри, не пугаться этого глобально, но, скорее всего, вы будете пользоваться уже навороченными структурами данных из стандарта библиотеки. Какой-нибудь вектор, тот же самый лист, он уже написан, он уже готовый, я вас научу потом этим пользоваться. Но для начала мы разберемся, как оно устроено, да. Давайте еще пять минут, я расскажу вам механизм выделения памяти, уже нормальный, плюсовый механизм. Давайте для этого сделаем вот этот наш эрстракт, да, скопируем его себе в тот самый, и теперь сделаем, ну, я go through сделаю, да, та же самая структурка будет, но теперь, да, теперь я хочу вот память не вот так по-дурацки выделять, да, а я хочу сделать так, чтобы у меня можно было, да, выделить новое звено, соответственно, да, и его прицепить в конец, да. Ну, давайте даже вот сейчас вот здесь-то и сделаем. Я убираю вот этот вот а вообще, да, dd. Значит, я туда сейчас буду, конечно же, пропихивать, да, но вопрос куда? То есть мне нужно некий, да, прошу прощения, begin мне понадобится, да. Вот, но вопрос кто там будет для начала, кто там будет? Слушайте, ну, хорошо бы туда положить хотя бы, наверное, первое звено, чтобы было куда указывать вообще, да, чтобы было куда указывать. Значит, поэтому я, сейчас я подумаю, как я это сделаю. Я даже так сейчас сделаю. Я пока этот for убью вообще. Нет, пусть все живет, чтобы не переписывать. Короче, как мне создать звено прямо здесь и вернуть его адрес? Плюсовым способом, как на C++ пишут люди. Для этого используется оператор new. New, я дальше говорю новое, что мне надо. New node t. И все, просто все, больше ничего не надо. Никакого приведения типов. Указатель, который вернет оператор new, он будет нужного типа, node t звездочка. Понимаете? Просто, вот он сразу, мне не нужно рассчитывать, сколько памяти, size of node t. Просто сразу сделать ровно то, что надо. Да? Все красиво, удобно. Да еще и на самом деле безопасно. Там подкручены механизмы. Так что если внутри этой структуры будут какие-то продвинутые типа там строки, еще что-то, то все нормально. Он сделает так, чтобы все это работало. А если я, не дай бог, воспользуюсь молоком для структуры, в которой какие-то плюсовые вещи внутри спрятаны из стандартной библиотеки, то капут мне. Поэтому лучше всегда делать вот так красиво. Да. Про освобождение пока забудем на время, да. Короче, у меня есть, побегин уже указывает на конкретное звено. Да. Давайте еще мы будем делать. Я хочу создавать и запихивать в конец. Ну мне понадобится сейчас, простите, одну секундочку, да, давайте. p, которому я положу указательно pbegin. А теперь я пять раз сделаю следующее. Я вначале положу в pdata, в p, ну только стрелочка теперь, да, в pdata, я положу какое-то число, ну, например, тот же там и плюс один, а потом в pnext, тут только по стрелочке, да, в pnext я положу что? О, а кого мне класть, ведь у меня же еще никого нету, а давайте создавать их. Просто говорю, операционная система, ну, через интерфейс языка говорю, выдай мне еще там памяти, да, для еще одного звена. Понятно? После того, как память выделена, у меня в pnext хранится что-то разумное, доброе, вечное. Поэтому я могу на него перешагнуть. p равно pnext. Та-дам! p начнет хранить адрес вот тот вот самый. И для чего? Я, по сути, создаю себе новую, как это, создаю новое пространство и на него шагаю, да. Вот, и на него шагаю. И теперь у меня может вот здесь вот, да, столько раз, сколько надо вот это происходить. Да, ну, я сейчас оставлю это как и есть, оставлю это как и есть, да, и пробегусь по нему. Освобождение памяти нет. Memory leak Walgreen заметит, будет присутствовать, нужно делать free. Но давайте просто посмотрим, как это работает. Больше мы сейчас уже ничего не успеем. Давайте, g++, 4 new. Скомпилилась, значит, будет работать. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Так, стоп, что не так? Ну, слава богу, что он закончил и сейчас не случился segmentation fold. Но, по правде говоря, он мог бы сейчас и segmentation fold выдать. Почему он не вылетает, я не знаю. Дело в том, что я последнему звену должен был что сделать? А? Прописать, да, что p next у последнего звена, да? Ой, это не сюда. Это вот сюда, да? У p next в последний раз, когда я перешагнул, p next равно null ptr. Ясно? Ну, на самом деле, там еще и хорошо pdata прописать, потому что я перешагнул на звено, но не заполнил его, да? Поэтому я pdata тоже у этого последнего заполню, звена, да? pdata равно там, ну, я 777 тут напишу условно. Все, сейчас я уже вас отпускаю. Одну секундочку, последнюю. Та-дам! Компилим. Смотрим. Вот список мой связанный, который теперь делается именно чисто динамически. Ну, к сожалению, Walgreen скажет мне, что по шеям мне, к сожалению. Я память за собой не освобождаю. Та-дам! Говорит, definitely lost 16 байтов по одному блоку, 80 байтов в пяти блоках. Плохо дело. К сожалению, я не успел сказать вам, для чего нужны такие связанные списки. На них можно организовать стек, на них можно организовать очередь, дек, двойную очередь, которая стоит с другой стороны, можно делать push-pop. Но самая фишка в том, что вставка в середину и вставка в начало в них очень эффективны. В них не надо делать эту перегрузку в массиве этот, этот, сюда. Я удаляю первый элемент и начинаю этот сдвиг. А здесь этого делать не надо. Я тупо могу грохнуть и сдвинуть указатель p-begin на новую ячеечку. Понятно? Ладно. Продолжим разговор про динамическую память. В следующий раз или через раз. На сегодня все. Спасибо большое. Спасибо.